Здравствуйте, друзья! Welcome back! Сегодня мы будем поговорить о интересных очень джинсах. Значит, это у нас 936 DEN style или просто называть 936 стиль. Я вчера только что получил. И, значит, здесь сразу хочу сказать, что здесь это купил, здесь, значит, в Штатах, на US website, и пришел на обычном таком пакете. Значит, цена была 49 с копейками, там 49.50. Они, то есть, ну, в районе 50 баксов. Я что хочу сказать, я заказал, размер меньше сначала на Амазон, и были очень дешевые. 33. Мой обычный, мы привез, у нас предшествующее интервью было, интервью совсем забыл, ревью, у нас предшествующее было 13 покрывали мы, обзор был 13 MWZ джинсов, которые практически, почти, как бы совершенно identical, из такого же денима и прочее. Вот. Ну, а что хочу сказать, что они были очень маленькие, то есть, в поясе вообще были даже не то, что 32, а не 31. Я поставил там маленький пост, я сделаю тоже. И, скорее всего, мне кажется, вот это какая-то, какая-то такая серая компания была. Они, скорее всего, покупали какой-то неликвид у Wrangler, который по качеству не прошел, и продают там, поэтому я так вот, думаю, 28 баксов. Так что, как говорится, то, что плачешь, то и получаешь. Так что там не имело бы, я заказал потом непосредственно с Wrangler website, и вот эти уже нормальные, они по размеру. Вот. Это 34, что интересно, 13 номер, я 33 был, а эти слишком были узкие в поясе для меня. Ну, давайте мы сначала поговорим быстро по Carden. Это, значит, тот же самый, абсолютно тот же аналогичный Carden, такой же из американского хлопка все делают здесь. И это, как сказать, из Mount Vernon, этот текстильный, этот Plant, он в штате Джорджия находится. Такой же совершенно Broken Twill, как называется, или елочка. Очень, как говорится, мне нравится этот Denim. И Wrangler в основном их использует. Вот этот Denim 14 и Point 75 унций, значит, вес. Они довольно хорошие, тяжелые, такой, прочные. Вот. Ну, такие же пятиугольные кармашки, задние карманы с выпуклыми такими клопками. Очень хорошие, довольно медные. Такая аналогичная синтетическая, это не натуральная синтетическая кожа. Это, как или как, Jackron называют, Brand Page. Я выставлю, опять же, вот эти все лейблы, хотя здесь я уже немного, довольно. Вот. Ну, тут все, я не буду все переводить. 936, Den, Slim Cut, зауженный, как бы, стиль, Slim Cut, Cowboy Cut, значит, стопроцентный Cotton. И у них, как говорится, это есть гарантия, годовая гарантия, если что-то пролется. Вот. И опять же, Size я заказал 34 в талии, то есть, в поясе и 31 в длину. Обычный у меня Levi's 34-30, но хочу сказать, что я, мне подлиннее надо на мотоцикле езжу. Если просто носить буду, я просто их буду в кафа, за маншеты сделаю, заверну, а когда буду ездить, я просто разверну. Вот. Ну, такой же вот этот Indigo, это синтетический Indigo на них. Он немножко, так сказать, голубоватый такой, светлее, чем Levi's. Мы покрывали в интервью тоже. Вот. Я, кстати, поставлю линк на тот интервью, который две недели назад сделали, ну, номер 13. Но они практически такие же, то есть, очень мало отличаются. Значит, кармашек этот, Coin Pocket, это для мелочи кармашек под поясом, как обычно у Wrangler. Значит, зиппер YKK. Это не, спрашивают, почему не сапог. Сапог на старых сделали, штамп, ну, они сейчас YKK используют, но очень хорошего качества, зиппер. Вот. Эти же также сделаны, как и 13-й, сделаны в Мексико. Вот. Значит, здесь тоже этот лейбл я поставлю в конце этого. И мне нравится очень тройная, очень прочная этот кенвас, тройная строчка великолепная. Значит, это хорошо очень. Тут уже ничего не порвется. Мне кажется, это уже так будет солидно. Единственное, что я хочу сказать, я не думаю, что очень такие для работы, они, то есть, ну, может быть, кому-то это нормально не мешает, потому что это не стрейч деним, он довольно такой суровый, плотный. То есть, в коленях они будут поуже, чем 13-й, так что, может быть, как, я не знаю. Хотя это ковбой, как, не думаю, ковбой будут. Ну, может быть, какие-то есть. Я на английском выставил, там, не знаю. Может быть, кто-то мне иногда оставляет эти комментарии из всяких штатов в Колорадо, там, Тексас, что они очень не любят. Я получил много комментариев и имейлс насчет того, что ковбой действительно любят именно вот эти вот 13-й стиль. Вот. А вот насчет этих я не знаю, но они очень похожи, значит, по размерам. Я, честно скажу, на Revice давайте мы проверим здесь 13 вниз и в коленях у нас будет, как можно рассказать, у нас 9 ровно. Это точно так же, как 501-й леваясь. Внизу 8,5, даже 8,75. То есть, это немножко пошире леваясь. У нас 501-й где-то у нас 8. Стоит это как будто, как, как называют под сапоги. Вот. И у них высокий пояс довольно, то есть, эта посадка будет высокая. Вот давайте сейчас проверим. 12,5. Это довольно, вот, я не уверен, что это мне так очень нравится, потому что это сам по райсденим. Он сильно не усядет. Ну, конечно, если в горячей воде вы будете стирать и там сушилки, конечно, он усядет, но тогда вы не наденете. Но он может быть усядет буквально наполовинку, то есть, это у вас будет 11,5 этот подъем. Это front rise, как здесь говорят. Вот это немножко такое. Мне больше нравится чуть пониже, где-то 11,5. Так что будете осторожны, если вы вот такие будете брать джинсы, что кому-то не нравится. Высоко они очень сидят, это немножко такой старый стиль, если честно. Вот. Ну, а что, мы так это покрыли уже практически. Да, что интересно, внутренний шов. Этот двойной здесь. А, здесь белая нитка прошло. Так, вот. И подождите. Да, я извиняюсь. Этот шов здесь двойной, а я совсем без... Так, что интересно, здесь шов, наружный двойной, так, и внутренний шов одинарный. Здесь белыми строчками прошито. Все. Окей. Все. И, по-моему, также 13 стиль. Окей. Все. По-моему, мы это все покрыли уже. Давайте, давайте сначала пояс сразу, потому что я очень... Мне нравится, когда люди вот ставят размер и промерку, потому что вы можете свои старые джинсы, которые хорошо сидят, чтобы сравнить. Это будет 17,5, даже чуть побольше. 17,75. 17,75. Окей. Вот так практически мы все покрыли. Значит, здесь у нас будет 17,5, 17, где-то 0,775. То есть это практически для... Очень perfect, потому что у меня 18 обычно, когда разносятся, они... Sunrise, так сказать, они... Я бы сразу их не замачивал, я бы поносил несколько недель, потому что они у вас растянутся немного, вот до 18 inches, как в моем случае. То есть это будет perfect. То есть это вот 34 Levi's у меня. Вот эти, что интересно, 13 у меня был 33, а эти гораздо уже. Так что, если вы 13 стиль покупаете, вы покупаете на размер меньше, чем Levi's. А вот эти покупаете размер такой же, как и Levi's. 34, значит, это 34 Levi's будет. И в коленке давайте так, значит... А, мы в коленке уже покрыли. А, кстати, в бедрах, значит, я сейчас проверю быстро здесь. 1 inch at the crouch. Где-то у вас будет точно 12. Вот они будут чуть-чуть поуже от 13 стиля. Вот. Ну все, мы вроде я так покрылся, потому что в основном они очень такие же, как и 13-е. Тут особо я не буду повторяться в 13 стиле. Они очень похожи. Все вот эти клепки. Такая же вышивка здесь идет, Wrangler оранжевая. Значит, шлевки тоже. 7 шлевок. Через по поясу идут плоские шлевки. Значит, практически все. Пуговица эта такая же, как и на 13-е медная пуговица. С этим лого Wrangler. Вот. И я выставлю все вот эти этикетки в конце этого поста. Ну, спасибо большое, ребята. Значит, если есть какие-то вопросы или, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. И мы скоро с вами увидимся, через неделю примерно. Спасибо. 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 Спасибо.